Накануне форума производителей, сделанного в Ульяновской области, к нам в студию пришел председатель правления корпорации по развитию предпринимательства региона Руслан Шевкатович Гайниддинов. Руслан Шевкатович, здравствуйте. Здравствуйте. Форум производителей, сделанного в Ульяновской области, который будет проходить 26 мая, появился не случайно. Курс на импортозамещение, на производство собственной продукции наша страна взяла в 2014 году, когда были введены западные санкции. И, естественно, наши производители, в том числе и мелкие, и средние предприниматели, стали активно производить аналоги импортной продукции. В какой отрасли удалось наиболее достичь заметных результатов, а в какой нет и почему? Вы знаете, слово импортозамещение настолько часто употребляется, что стало иногда даже пугать. Но нас оно не пугает. Почему? Потому что мы с 2014 года внезапно, вообще бизнес не, скажем так, внезапно резких движений таких каких-то не делает. Потому что, если говорить какие-то основные наши отрасли в малом и среднем бизнесе, деревообработка, производство мебели, то постепенно нарабатывая, скажем, опыт производственный, цепочки производственные, предприниматель приходит к пониманию, что тот или иной продукт, он либо ему ищет замену, либо, соответственно, понимая, что на рынке есть потребность, начинает производить сам. Условно, в свое время такой компонент, как столешница, много завозился и продолжает завозиться из Египта. Почему не выпускать там эти комплектующие здесь? Либо, если мы говорим о какой-то фурнитуре, либо о тканях, если традиционно, постоянно ткани завозились для той же мебельной промышленности, это Китай, Индия, то на сегодняшний день уже появляются производители, которые диверсифицируются. Если, допустим, работали на автопром для сидения автомобиля, сегодня уже переориентировались на производство тканей для мебели, либо есть одна компания, которая стала из сырья уже производить готовый продукт. То есть вот в этих направлениях, безусловно, наши предприятия в определенных условиях, я бы даже сказал, связанных с повышением курса мировых валют по отношению к рублю, мы стали достаточно конкурентными. Действительно, это есть и это отмечают предприниматели, и это нужно правильно использовать. Сегодня я неоднократно слышал от бизнеса о том, что слава богу, если курс будет такой, тогда мы будем конкурентоспособны, мы в этом рынке проходим. Могу сказать, что ряд компаний, в том числе иностранных, которые работают на нашем рынке, которые приходят в том числе в Ульяновскую область, не буду называть, но они тоже говорят, что отлично, хорошо, что если курс такой продержит, тогда нам выгодно будет размещать производство на территории России, в частности, в Ульяновской области. Поэтому надо сказать спасибо нашим партнерам за то, что такое случилось, потому что действительно определенным стимулом к производству это стало. Ульяновская область – это промышленный регион, и наше промышленное производство, особенно в малом и среднем бизнесе, оно достаточно серьезное. Если посмотреть статистику, то по стране этот уровень – это 10% предприятий в малом и среднем бизнесе занятых в промышленном производстве, то в Ульяновской области – это 20%. Мы традиционно промышленный регион. У нас, может быть, нет каких-то великих историй успеха, связанных с продуктами питания, которыми завалили сразу всю страну, но в промышленном производстве могу твердо быть уверенным, что здесь есть хорошие заделы, в этом отношении наше предприятие достаточно неплохо работает. Что касается пищевой переработки, то надо отметить, что в целом тенденция, а у нас есть и производители традиционных продуктов, которые достаточно живо реагируют на мировую конъюнктуру. Это молочные продукты, такие как сыры и товары этой группы, которые достаточно серьезно всегда были закреплены за иностранными производителями, то надо сказать, что здесь вместе со всей страной наши производители укрепили серьезно свои позиции. Здесь уже, что называется, на полках магазинах и в сознании, и в желудках наших граждан. А можно уже сказать, насколько снизился уровень зависимости импорта вообще в целом? Вы знаете, я не готов сказать и привести пример какие-то цифры. Ведь слово «зависимость», особенно в таких моментах, не знаю, насколько оно уместно. Почему? Потому что если вы производитель и в вашей производственной цепочке есть какой-то компонент, вы его ищите на мировом рынке. Вообще на мировом рынке, не за рубежом, а вообще на мировом рынке. Любое предприятие, оно ищет дешевое и качественное. Если кто может его предложить, мы не можем взять и заставить перейти на производство курского завода. Вот берите только там. Это же неправильно. Поэтому, но в сегодняшней, как я уже говорил, конъюнктуре наши цены становятся конкурентными и проходными. Вот это уже само по себе, это хорошо. Это не нарушает рыночных принципов и в то же время позволяет нашим предприятиям встроиться в различные производственные цепочки, где наша продукция, она востребована. Безусловно, этот уровень гораздо выше, чем был раньше. Основная цель импортозамещения все-таки захват российского рынка, не только российского, но и международного. Удалось ли нашим местным производителям сделать такой рывок? Ну, знаете, вот ведь наш форум – это квинтэссенция некой тех вот направлений и предприятий. Понятно, что форум в своей выставочной экспозиции… Кстати, это форум единственный, наверное, из мне известных, который в истинном его римском значении – рынок. У нас форумы в основном связаны с неким обсуждением, выработками предложений, а на самом деле его значение – это рынок. Наш форум сделан в Ульяновске, сделан в Ульяновской области. Это сугубо прикладная тема, где каждый участник может найти себе поставщиков продукции, либо услуг – клининг, транспорт, кейтеринг, производство, либо найти сбыт. Мы специализированные закупочные сессии, контрактные сессии устраиваем с крупными медиационными проектами, которые приходят к нам на территорию, благодаря тем усилиям губернатора, который вкладывает очень много души и времени своего в формирование делового климата и проводит личные переговоры. И нам нужно максимально выжать соки пользы из тех проектов, которые к нам сюда приходят. Задача, которую перед нами губернатор поставил – это максимальное количество наших малых предприятий вокруг каждого проекта. Не физически вокруг него встать и рядом с ним быть, а с точки зрения поставок продукции, с точки зрения поставок услуг на эти предприятия, безусловно, это право наших предприятий, работающих в Ульяновской области. Поэтому вот это для нас очень важно. И когда мы показываем, даем возможность развиться, пройти эту первую стадию, встроиться в производственную цепочку, мы понимаем, что предприятия дальше начинают развиваться. И сегодня у нас есть хорошие истории, показывающие, как эффективно небольшое предприятие с достаточно простой продукцией, не космической, не военной, выходит на экспортные рынки. В прошлый год наш экспортный центр нашей корпорации по развитию предпринимательства занял второе место по эффективности в Российской Федерации подобных центров экспорта. Они есть в более чем половине субъектов Российской Федерации, созданы такие по государственной программе, по федеральной государственной программе. Так вот, надо сказать, что основной показатель – это количество экспортных контрактов. Это наша деревообработка, это мебель, в прошлом году вышли впервые на экспортные рынки, это кондитерские изделия, это строительные материалы, такие как краска. А у нас есть великолепные производители, которые известны во всех строительных магазинах, но мы даже не знаем, что они производятся у нас. Вот это вторая проблема, которая присуща не только просто рядовому жителю, но и вообще всем заказчикам, подрядчикам, субподрядчикам, снабженцам, которые мы не знаем то, что имеем, то, что у нас есть. Вот это вот еще одна, скажем так, важная задача нашей площадки, сделана в Ульяновске, популяризация и продвижение, и ознакомление государственных заказчиков, крупных предприятий работающих, да и, собственно, партнерские взаимоотношения в B2B сфере между малым и средним бизнесом, между собой. Я привожу всегда пример. На прошлом форуме один из наших предпринимателей, который достаточно много, уже 10 лет занимается продажей текстильной продукции наших известных предприятий, которые работают в истории региона, и неизвестных тоже, начиная от ползунков, заканчивая детскими маечками и подросткового сегмента одежды. Он не знал, что у нас производят на носочную продукцию. Небольшое предприятие в Меликесском районе производит успешную, я 10 лет работы, я не знал об этом. Вот, понимаете? Почему? Потому что не у каждого предприятия есть задача, допустим, работать на внутренний рынок, и поэтому они свою пиар-стратегию и продвижение не направляют на внутренний рынок. И, соответственно, даже их профессиональные потребители, оптовые продавцы, они не знают о их существовании. Вот это отсутствие коммуникации, призвана наша площадка, сделана в Ульяновске, это отсутствие само по себе ликвидировать и позволить им коммуницировать между собой, чтобы они друг с другом вошли в кооперационные взаимодействия. Вот это для нас имеет большую важность, и это, как я уже говорил, поэтапная возможность предприятия постепенно вывести на наш рынок региональный, затем на межрегиональный, на национальный и международный. Губернатор сформулировал перед нами одну из важных таких стратегий, и, кстати, это во вчерашнем его отчете перед законодательным собранием было одной из таких красных нитей. Это то, что одна из наших задач, главнейших, выращивание национальных лидеров, предприятий национальных лидеров, которые бы стали чемпионами экономики и могли, скажем так, завоевать все рынки в своих направлениях, в своих сегментах. И сегодня у нас действительно к этому есть предпосылки, достаточно серьезный комплекс, еще раз говорю, в промышленном производстве, в деревообработке, в металлообработке. Наша мебель – это реально сильный бренд во всей стране. Сегодня мы вытаскиваем. Вот это я не знала. Вот видите, даже вы не знали. Более чем в 180 городах страны наша мебель представлена, начиная от мягкой корпусной, заканчивая высокими элитными вещами, межкомнатной двери. То есть право мебельной и дверной столицы за Ульяновском закреплено плотно достаточно. И сегодня наша задача, особенно с этой скурсовой разницей, выходить на экспорт. Мы в последний раз были в Иране, и как раз комплекс деревообработки был достаточно серьезно там представлен. И вот мы уже по результатам этой работы имели договоренности о поставке как мебели, так и межкомнатных дверей, так и ряд строительных материалов. Сейчас вот мы занимаемся проработкой и логистических решений, и открытие торгового дома в Иране, потому что это интересный рынок. Так и, собственно, сегодня наши производители, они конкурируют уже с китайскими производителями в цене. И мы достаточно серьезно имеем серьезные взгляды на Восточную Европу, чтобы выйти туда с нашей продукцией. Поэтому дорога осилит идущей. Бояться этого не нужно. Еще раз повторюсь, самые простые, никакие несложные, высокотехнологичные какие-то товары, которые традиционно там, как оборонка, как автопром, допустим, который представлен уже на международном рынке, а вот, скажем так, основной наш ресурс, российский ресурс, это вот малый и средний бизнес, который со своей продукцией уже конкурентоспособен, но он просто даже не знает об этом. Как вы не знаете о том, что наша мебель везде представлена в стране, и одни из лучших там салонов, понятно, и в столичных регионах, и на Дальнем Востоке. Допустим, наши мебельщики после повышения курса вытеснили, ну, из целого ряда просто в дальневосточных регионах полностью вытеснили китайскую продукцию, нашу ульяновскую. А вообще можно составить такой портрет нашего отечественного производителя, ульяновского производителя, возраст, чем занимаются в основном предприниматели, что производят, что предпочитают? Абсолютно. Разные люди, и молодые, наглые, дерзкие, и степенные, умудренные опытом. Предпринимательство, это же, предприниматели, я всегда говорю, нельзя научить, предпринимательству нельзя научиться. Можно научить продавать, а предпринимательство, умение это принимать решения, умение отвечать за своих людей, это дар Божий. Таких людей мало, их всего в России 6%. Это плохо, их должно быть гораздо больше, потому что они именно производят добавленную стоимость. Поэтому здесь это разные люди, отмеченные, значит, в каких сферах? Ну вот, я уже сказал, что 20% это сфера промышленного производства, совершенно разные направления, от деревообработки, заканчивая пищевой переработкой, металлообработкой. То есть это совершенно разные строительные материалы, нету некого узкой специализации регионального масштаба. Есть, безусловно, тема, связанная с деревообработкой и с мебельной промышленностью, и дверной, скажем так, потому что двери мебели это несколько разные сегменты, потому что, безусловно, регион выстрелил в свое время, а у нас на сегодняшний день более тысячи малых и средних предприятий именно в этом направлении работает. Поэтому, но сказать, что это прямо единственная специализация нашего региона нельзя, это и хорошо, это и хорошо, потому что экономика должна быть равновзвешенно диверсифицирована, чтобы избегать каких-то таких вот высоких уровней зависимости от той или иной конъюнктуры. Как мы видим, с автопромом уже на протяжении семи лет лихорадят постоянно. Мы понимаем, что сегодня даже программа моногородов, которая альтернативно запущена губернатором Ульяновской области, и она направлена как раз на то, чтобы переформатировать узкоспециализированные муниципалитеты, в частности, если перекладывать на нашу программу моногородов и мономуниципалитетов, и дать возможность им не зависеть от одного, допустим, какого-то сектора экономики или отрасли. Если мы понимаем, что поселок Ленинский всегда был зависим от одной фабрики, то каждый раз, как на рынке что-то шарахнет, шарахается и весь муниципалитет. Поэтому, безусловно, это не есть хорошо. Поэтому, еще раз возвращаясь к ответу на ваш вопрос, нет какого-то единого портрета ульяновского производителя, посыпанного опилками, допустим, или металлической стружкой. Это совершенно в разных направлениях работающие устойчиво, хорошо работающие предприятия, потенциальные национальные лидеры. — Хорошо. Предприниматели, я так поняла, они не варятся в собственном котле, помощь оказывается со стороны правительства, да, судя даже по формам создания такого формы. — Им сложно пробиться на наш ульяновский рынок вообще? Еще какая помощь оказывается, кроме формы? — Вы знаете, здесь всегда надо четко понимать, что помощью навредить не надо. И задача как раз здесь государства и нас, как государственного института развития, корпорации по развитию предпринимательства, сформировать условия. Не надо вторгаться к предпринимателю с какими-нибудь ценными указаниями и советами. Он, ну если не умнее, то мудрее, а если не мудрее, то, значит, лучше знает свое хозяйство, чем самый умный и мудрый советчик со стороны. Я сам, будучи предпринимателем, всегда скептически относился, значит, к учению со стороны, да, потому что, ну, учиться, безусловно, нужно, учиться, безусловно, нужно, смотреть, как правило, это бывает, поглощая и впитывая в себя какой-то интересный опыт, самообразование, скажем так. Поэтому здесь наша задача сформировать условия, как я уже говорил, коммуникационная площадка, то есть где мы даем возможность закоммуницировать, либо если предприятие на сегодняшний день не рассматривало этот рынок, ему и не нужен, допустим, наш внутренний рынок, они работают на всю страну, им не хватает нашего рынка, и ничего в этом страшного нет. Им нужно гораздо больше, им не нужно, значит, 600 тысяч активных потребителей, им нужно, значит, 100 миллионов потребителей, да, поэтому в этом ничего страшного нет. Но на том примере, который я приводил с чулочно-носочной продукцией, да, где-то теряется, где-то не всегда хватает времени увидеть, познакомиться, правильно, может быть, выстроить систему продвижения своей продукции. Поэтому вот в этом случае как раз мы должны прийти на помощь, сформулировать такие условия. Дальше. Мы видим, что предприятие готово встроиться в производственную цепочку, он готов быстро нарастить свое производство, увеличить обороты предприятия, государству интересные налоги, безусловно. Но без нашей поддержки он бы до этого дошел бы сам, но дошел бы через 6-7 лет, а с условием наших финансовых инструментов за три года. Безусловно, это государственный интерес, и именно поэтому губернаторам было принято решение о создании на базе нашей корпорации финансового центра, в котором мы на сегодняшний день можем по различным государственным программам, федеральным программам, региональным программам оказывать финансовую поддержку в виде финансирования, льготного, заемного финансирования проектов. Это разные продукты от 8% до 14% годовых, это инвестиционные займы, это займы, скажем так, оперативные, срочные. До 3 миллионов, до 10 миллионов, сформирован фонд развития промышленности для промышленных предприятий, где до 20 миллионов каждое предприятие может получить займ. Сейчас министерством сельского хозяйства прорабатывается поручение губернатора и с нами совместно о создании подобного фонда для агросектора, то есть создания такого фонда развития агропромышленных предприятий в пищевой как раз переработке, где нам тоже очень важно поддержать эти направления. То есть вот такие инструменты взаимодействия и такое дружеское плечо, да, это вот как раз та функция государственная, которая должна быть, и она сегодня достаточно, считаю, неплохо представлена у нас. Ну вот по этому году только мы рассчитываем более 600 миллионов направить на вот эти вот меры поддержки. А изменился ли взгляд потребителей, покупателей на местную продукцию, как Вы считаете? Вы знаете, это модно. Сегодня это тренд, это модно, это видно. В принципе, человек всегда с доверием относится к продукции, скажем так, близкого производства. Мы же понимаем, что все равно в глазах потребителей, при слове Китай, это что-то плохое, например. Хотя есть Китай хороший, Китай плохой, значит. А что касается продуктов питания, то эта вещь как бы еще более ближе, она все-таки практически мимо сердца в нескольких сантиметрах проходит от тебя каждый день. Поэтому, безусловно, уровень доверия к собственной фермерской продукции, он гораздо выше, нежели какой-то сторонний и откуда-то приехавший. Ну вот, допустим, ну все, наверное, все-таки мы, может быть, к счастью, не так далеко ушли от деревни. У всех, ну у нашего поколения еще там все-таки было и детство в деревне, и бабушки, и дедушки в деревне жили. И мы еще помним и сейчас понимаем, ты серьезно можешь отличить вкус курицы фабричный и вкус, значит, птицы, которые выречены, да, в условиях. Поэтому, безусловно, вот это просто небо и земля. Если там эта мочалка, значит, которая разваливается в кастрюле, то здесь это крепкий, хороший друг для твоего желудка, для твоего здоровья. Поэтому, безусловно, люди разбираются, люди все больше доверяют нашей продукции. И сегодня позиционирование нашей продукции на этой волне, модной, если хотите, сегодня, на этом тренде для потребителя рядового, мы должны, что называется, хорошо поддержать, помочь нашим производителям, чтобы они дошли до своего потребителя. Ведь у любого предпринимателя, у любого производственника, у него на первом месте стоит процесс производственный. Он должен думать о том, как сделать продукцию качественно, он должен думать о том, как выплатить зарплату людям вовремя. И вот к продажам они подходят, но это следующий немножко уровень приоритетности. И, как правило, это немножко запаздывает. Вот здесь вот мы должны совместно сейчас с участием средств массовой информации, вас, вот как партнеров, информационных партнеров, постоянно популяризовать это сегодня в разных средствах массовой информации. Разные проекты запускаются, там, от, значит, что в холодильнике, до, что на столе. И вот сделано в Ульяновске, это должно быть действительно хорошим трендом, хорошим. Вот если мы совместно все вместе сможем эту тему красиво, правильно, грамотно поддержать, то, безусловно, эта сторица отзовется на наших предприятиях, производителей этих продукций. Ну, давайте подведем вывод. Форум производителей, он где будет проходить? И как туда можно попасть? Вход свободный, бесплатный. Значит, 26-го, в день российского предпринимательства, знаковый для нас день, состоится форум и выставка. Порядка 100 предприятий из различных отраслей и направлений. Это и пищевая продукция, это и услуги, это и туризм, это промышленное производство, деревообработка, текстиль, металлообработка, производство электротехнического оборудования, то есть автомобили, ну, самые разные направления, которые будут представлены. Все это можно посмотреть, где можно попробовать, можно попробовать, переговорить с владельцами, с представителями этих предприятий о взаимодействии. С 9 часов утра начинается регистрация в фойе Мемцентра. В программе, так же, как я уже говорил, это две специализированные сессии, контрактная сессия, где предприниматели, потенциально заинтересованные в поставках своей продукции, либо услуг крупным предприятиям, крупным инвестиционным проектам, которые приходят, и узнать вообще о том, кто у нас приходит в наш регион, и что им необходимо, они будут раскрывать эту информацию, что называется, только по секрету для нашего ульяновского бизнеса. Это будет специализированная контрактная сессия. Кроме этого, состоится для производителей пищевой продукции и промтоваров закупочная сессия, на которой будут крупнейшие гипермаркеты и сетевые магазины, реализующие и пищевую продукцию, и промышленную группу товаров. Там можно будет познакомиться с условиями вхождения, с условиями заключения контрактов. Мы проведем необходимое обучение, если нужно. И сегодня, кстати, совместно с «Опорой России» ульяновским региональным отделением реализуется один из интереснейших проектов по как раз по упаковке, по поставке предприятия, упаковка первой поставки, так называемой, предприятия, чтобы он смог выйти на сети. И вот эти вопросы как раз будут себе рассматриваться. У нас будет также одна из экспертных сессий, где мы уже без бизнеса, а с государственными заказчиками, муниципальными заказчиками будем встречаться и проговаривать, даже не то, что проговаривать, а знакомить их с нашим производителем. Зачастую муниципальный заказчик, понимая, что ему что-то нужно, он не знает, опять-таки, кто и что и где. И первое, что на него попадается, кто с рекламой хорошо работает, и зачастую это бывает не наше предприятие-производителе. У нас 19 муниципалитетов граничит с другими регионами РФ, и там кто-то появляется пошустрее из Сызрани в южных районах или из Кузнецка. И, соответственно, наша задача наших заказчиков – познакомить с нашей продукцией. И крупные предприятия. Мы делаем второй выпуск топ-800, если в прошлом году это был топ-500, то теперь топ-800 предприятий уникальных производителей Ульянской области, разделенных как раз по разных рубрикам. Мы будем делать презентацию этого справочника, этого информационного проекта, и будем его, что называется, это будет настольный документ для всех государственных муниципальных заказчиков и крупных предприятий. Он будет лежать у них всегда, у руководителя службы закупок, чтобы он мог всегда посмотреть, кто же работает в Ульяновской области. Да, и причем мы, формируя этот справочник, мы проводим определенную верификацию и андерайтинг этих предприятий. То есть это, что называется, не просто вот мы нашли там где-то частное коммерческое объявление, поставили, да, еще раз повторюсь, эти участия, они бесплатные, и мы сами сформируем эту базу на протяжении трех-четырех месяцев. Формируем и проводим определенную верификацию на предмет наличия, порядочности этого предприятия. Поэтому, безусловно, это хороший источник информационный, который мы тоже будем на этом форуме презентовать. Его можно будет приобрести? Бесплатно. Хорошо. До скольки будет проходить? До пяти часов, то есть целый день мы работаем, планируется и открытие, и осмотр выставки, и участие губернатора, безусловно. Будет выбран три традиционно уже, мы делаем такой конкурс, так называемых лучших прорыв года, лучшие новые предприятия, или новые продукты, появившиеся у нас, которые были до этого неизвестны, и мы будем традиционно их, что называется, информационно сопровождать и продвигать. Поэтому будет достаточно интересно. Интересно, в первую очередь, для профессионального посетителя, участника этого предпринимательского сообщества, ну и для простых граждан, потребителей этой продукции, кстати, там можно будет и приобрести то, что-то интересно, начиная, что называется, от турпутевки, значит, заканчивая вкусным копченым гусем. Спасибо большое, что пришли. Ну, встретимся на форуме. Спасибо. Спасибо.